...закрыто, насколько она мало исследует, и смотрит на то, что в литературе по ней очень много, очень бесконечная система. Вот мы сейчас с вами сидим, вчера началась конференция очередная, так сказать, для этих, она такого шире, от неофициального характера, из-за человечества, на рабочем кладбище, там, много учёных. Ну, несколько конференций каждый год походят, в том числе и в Белароне. Литература Вассе, монографии очень много издаётся. И загадка становится всё более и более такой вот какой-то от этого не менее исследованной, а фактов открывается очень много, и полностью всё так хватить почти невозможно. Поэтому мне бы хотелось строить примерно так. Что-нибудь я успею вам сказать, если какие-то уточняющие вопросы, сразу поднимайте руки и спрашивайте, но потом, я хочу поговорить ещё о чём-то подробно. Но мне хотелось бы вот так ставить вопрос. Мне время от имени моё руководство, я, кроме всего прочего, в служебной деятельности ещё на сегодняшний день работаю в отделе внешнецерковных связей, при которой эта комиссия состоит. Я немножко поясню, старобрядные приходы – это единоверческие приходы, не старобрядческие, старобрядные, те, которые в русской церкви. А старобрядческие – это нечто внешнее, чем Ростов. И вот приходится, так сказать, заниматься тем и другим. И примерно так, какое-то время от времени начальство посылать, положим, какие-то, ну, комнаты, где именно, главное, ещё какие-то, там, главные школы, чтобы такие обзорные лекции прочитать, зачем мы этим вообще занимаемся, какие перспективы, что вообще в этом такое. Потому что было время, когда тема была чрезвычайно актуальна. В любой семинарии, в любой, а их было, что было больше пятидесяти в России, в русской церкви не начать, и академии никакого, там, тем более, была кафедра. Это был обязательный предмет. Расков. И вот как-то... Сейчас это не изучается. И надо сказать, что вообще все это сильно подзабыто, но оно вылезает из всех челек. Это одна из заглядок русской истории, которая вообще невозможна... Вот я, может быть, только на один пример сошлюсь. Писатель, к которому сейчас относятся по-разному, я с большим уважением, Александр Сулченицин, он вообще выводил и 17-й год, и 17-го века. Произошел разлом, который привел к катастрофе. Ну, вот, это очень привидливые слова. Поэтому мне хотелось бы вот так. Когда мы подписывали на такие вот задания, и очень краткое было время, я хотел ставить это вот так, как и сейчас бы мне хотелось. Мы потом можем полюбить более подробно о каких-то перспективах, но сегодня мне хотелось в период и всего обозначить вопрос. Вот я предполагал, что в основном я так надеюсь, и что аудитория во многом студенческая. И мне хотелось как-то вот, особенно для молодежи, призывать тех, кто смыслами, действительно, сегодняшними пытаются заниматься как-то историей, не давать не ответы на вопросы. Ответов очень много, и каждый по-своему подходит. К раскулу можно подходить с самых разных сторон. А вот вопросов при этом возникает все больше. Вопросы очень интересные. И вот как-то подсказать, какую сторону докопать и следовать, если мне это удастся, вот это было бы то, что я бы хотел сегодня сделать. Поэтому, если говорить о церковном расходе 17 века, прежде всего, конечно, можно было бы говорить о том, какая там в Риме не сложилась обстановка, какая сложилась ситуация. в Русской Церкви. Она может характеризоваться некоторыми такими основными вещами. Во-первых, произошел целый ряд очень тяжелых таких явлений на русской земле. Вот тот храм, который мы служим, покрова в Рубцове, он построен Михаилом Федоровичем Романовым как обертный памятник в честь освобождения Москвы от набегов таких польцев-то литовцев. Вот само по себе смутное время, кто пытался изучать как-то русскую историю не по краткому курсу ВКП, а вот как-то немножко посерьезнее, это вообще очень страшное явление. Как вела себя наша знать, как били себя наши архиереи, там каждый из них достоин целого инкенсива к истории. Ну, много открывается такого. Ну, для России это было, как бы сказать, потеря равновесия, не было. С другой стороны, вот что происходило в таком географическом плане, там, сейчас говорят, неополитическом, ареал православия сужался. А действительно, вот к этому времени раскола, собственно говоря, Московия или там, Московская Русь, или как угодно мы ее с вами назовем, это была практически единственная свободная, православная страна. Вот все наши исторические кафедры, которые древние, они были под мусульманские умы, какое-то чувство ответственности, оно было естественное. И вот этот вот концерн потихоньку сужалось. С одной стороны, ясно, с другой стороны, мусульманство. И вот это объективная данность. Кто-то, вот есть очень интересная формула, знаете, мне тоже несколько слов можно будет сказать, потому что, с точки зрения такой, идеологической, без нее очень трудно обойтись, чтобы понять мироощущение того времени. Москва Твитерин. Да, об этом сейчас очень много говорят, и по-разному ее трактуют, и даже задают такой вопрос, но как же ее правильно понимать? А понимать ее можно по-разному. Важно понять, откуда она взялась, и как она изначально звучала. А так очень часто бывает, какая-то вещь, выточена мира, она звучит совсем уже потом другими красками и другого воспитывается. Вот в том понимании, которое мы ее видим и скажем сейчас, в основном она принимается как политическая идея. А подачем, эта идея такая, мало что богословская, она была и шатологическая идея. Я даже сказал бы, и политическая идея. Старец Филофей Скорского и Резарова монастыря. Это от них не из самых, как сказать, известных монастырей. Вот он пишет к своему знакомому, там где Михаилович Северинов в Москву, и еще и к невеликому князю там несколько было писем, и Ивану Кривитину он писал, кажется. Значит, там было несколько писем. Вообще-то говоря, тема достаточно интересно изучена. Есть и экстрологические исследования, которые прослеживают вообще изменения текстов. Так вот, поэтому здесь для трактовки места мало, здесь наука много. По этому поводу что смогла сказать? Но суть в том, что поначалу это был просто призыв к осторожности. Даже не только к осторожности, я так очень мягко говорю. Призыв к тому, чтобы все свои силы напрячь и опасаться каких-то предыдущих событий. Это предостерегающая формула повара. Два Рима-Патоша, ну, Рим, естественно, Рим первый, то, что и сейчас Рим называется, упал от, как у нас понимали, от ереси латинской. Второй Рим, Константинополь, но тут тоже можно трактовать по-разному. Пал ли он от мусульман, потому что он был уже к тому времени захвачен, был уже и не в Константинополе, в Стамбул, или тоже вот от униакса, потому что к тому времени уже был эреси латинский. А в Третьей Рим Москва стоит. Многие на этом, как бы сказать, свой экскус, свою формулу заканчивают. Вот мы Третья Рим. Это обольстительно, это хорошо, это геополитическая идея, это можно понимать по-разному, как экспансия в любую сторону, и до Запада, и до Востока, и везде, это чувство ответственности, а может быть, чувство гордости, а может быть, еще чего-то. А формула эта не заканчивается. Вот как она в Третьей звучала, и написана на том, между прочим, в связи с такими событиями, которые его чрезвычайно волновали. Появление в царском говоре о разного рода там алхимиков, астрологов, знахарей, ну, профессоров медицины, а все это люди были в то время посвященные, в общем-то, в какую-то определенную сферу тайны знаний. И он пишет, а числа к тому не бывает. То есть, с точки зрения, вот, как сказать, шристианского воспринимания мира, это означало то, что вот сюда придет антихрист. Вот здесь надо спрятаться, его здесь ждать. Он не в четвертый не придет, он придет в этот третий. Понимаете, как это звучит? На самом деле, не будет политики, нету, здесь асотология, здесь чистейшая. Вот так оно сначала и звучало. И мы об этом немножечко, может, чуть подробнее поговорим. Потому что в это время было чрезвычайное беспокойствие в таких вот внутренних, ну, скажем, некоторой такой идеологии. Знаете, мне когда-то в то время очень важно было разобраться во многих таких вещах, потому что мы об этом сегодня поговорить, конечно, не будем, но вот так, если бы слова сказать, то я здесь из семьи старопреческой. И больше того, я буду об этом много говорить, но у меня был вообще крупнейший приход старопреческий. В районе Милицаревского союза был крупнейший. У меня нужно было многие вещи, понять для себя. История вещь такая. Знаете, вот я не знаю, в университете у вас историков готовят или нет, но думаю, что все вы понимаете. История, она наука такая, которая призвана кому-то служить, и как-то ее можно направить в одну и другую и в третью сторону. Что касается старопреческом, то так оно и было. И с одной и с другой стороны. Так вот, а если в историю входят какие-то математические методы, можно и какие-то артефакты, археология тоже великолепная вещь. Вот есть какой-то предмет, нужно как-то его объяснить. Или привлечь какие-то точные науки. Ну, например, очень интересно было мне в свое время заняться анализом изданий печатного московского «Ворага». Вот это в то время был, собственно говоря, в Московской Руси это был единственный книжный центр. Были какие-то центры в разных монастырях, там на Западе, в Западной Руси. Книги приходили на Руси из Киева, из Вильна и других городов, из Польши. Но в Москве это был единственный центр. Причем управлял им скорее, ну, так же трудно сказать, кто больше, в разное патриархство. Иногда больше влияние влиял царь, а иногда и патриарх. Калорет и Иосиф. Иосиф пытался влиять, но потом в последнее время больше кружок ремней территории. Но если посмотреть, вот в нашем понимании, да, вот общая такая схема, которая когда-то раньше рисовалась. Темная-темная-темная страна. Невежественная, невежественная. Университетов нет. Значит, и вот ну, издание книг. Ну, вот прорвало, так сказать, трясину. Староградцев отогнали, они ушли в леса, и вот оно посвящение, как сказать, захватило все. А вот если мы посмотрим на издание книг, вот окажется, что самое интересное, ну, байнацплеск издание перед Ростовом. При Иосифе, это при акции. Причем, если это нарисовать, вот есть у меня такую возможность, это просто какая-то очень интересная клирация. Поначалу немножко, немножко там при колорейце, там кто-то, ну, это время было, опять же, после смутного, что-то начинает издавать. Вот это служебные книги, перездают служебники, передают, перездают чистословы всевозможные псалтери, потому что по ним учились читать. И вдруг при Иосифе, происходят невероятные вещи, издаются книги Богословские. А на Руси вообще этого не знали. Вот мы будем говорить хоть немножко, там, книга Авери, книга Кирилла Иерусалимского. «Сборники», «Сборники», которые составлялись, ну, чаще всего, частично на Руси, частично в Киеве, в основном это были все-таки киевские ученые, украинские ученые, и эти сборники играли, ну, ошеломляющее вообще значение для умов на Руси. «Сборники» Ефрема Сибирина, книги, которые можно было бы сейчас назвать такими просто вот читаемыми, которые люди... Лечь идет о том, что вообще всю литературу можно было того времени разделить на некоторые такие, так сказать, разделы. Ну, скажем, там какие-то учебные азбуки, вот Епифания Савинецкая уже азбука даже появилась, грамматика, вернее. Там из таких светских книг, по-моему, там только учения о ратном строе, кажется, чуть ли не все. А в основном это 90% печатных сборных здравооблагослужий облетнений. И вдруг вот прям прорыв богословских книг и святатических. Вот именно в это время. А книги очень интересные. Ну, например, книга «Верия» это сборник трактатов. Сборник трактатов таких противолатинских в основном, потому что все-таки школа на Украине в то время уже была. Это, так сказать, особенность того времени. Очень сильное было влияние украинских ученых на мироощущение здесь, на Москве. Потому что оказалось, что вообще-то целево-таки слабовато. Бороться есть с кем, а как бороться трудновато. А там были уже регулярные школы. Но вот это влияние, так немножко забегающий чуть-чуть в сторону, ну, так ее разделяют и в современные исследователи, скажем, одно влияние было до Петра Могилы, метрополита, другое после Петра Могилы, начиная с него. Он сравняется и шутит на эту тему, что вот было так, домогильное влияние и послемогильное. Потому что совсем другая уже психология, совсем другое мироощущение и другая школа, схоластическая. По существу почти унианска. Под видом православного, но на самом деле мышление уже было другое. А вот, например, те авторы, которые вот в этих книгах, которые задавались при Патриархе и Руссике, отчасти уже и при, можно сказать, что при Федорете уже при Иосифе уже были какие-то к этому отношения подвижны. Но, вот скажем, ямбишенский, монах афонский украинского происхождения, его сейчас издают. Вот я не знаю, у меня есть два издания советского времени, представьте себе. интереснейшие стихи. Он описывает реальность в церковной жизни, вот как бы смотрел на это дело, на то, что происходит под глазами аскет, под глазами афонского монарха. Подмечает уже тогда те вещи, которые шли вот с этой эпохой нового времени, с Европой. Он описывает, как в каких-то летах духовенства, особенно высшими, перемещается, как оно вымянет щеки и так далее, и так далее. Он описывает такие вещи, которые в то время, ну, наверное, волновали многих людей. Совершенно другие ценности стали поступать. Поступать в православный мир. А вот Захарий Копыстянский, это бывший, ну, в то время игумен, настоятель Кирова, Печерской лавры, уникальный энциклопедически образованный человек. Совершенно удивительные вещи он писал, которые здесь перекладывались, скажем, на московское на речи, все-таки уже отличались, там все-таки полонизировали буквы с их нах, в киевской земле. И вот здесь они издавались. Ну, вот книга о вере, да, мне, скажем так, больше, может, интересно даже Кирилова книга. Она называется так, потому что начинается с согласительных бесед Кирилла Рюса Римского. Супер отец. И дело все в том, что на сегодняшний день мы как-то понимаем, есть какой-то научный аппарат, если мы читаем какую-то книгу, мы ясно видим, вот если цитата, значит, она берется в кавычки. Значит, кто-то цитируется какой-то автор, Кирилл Руссалинский, например, цитируется, мы понимаем, вот, это его слова. А в то время этого не было. Не так давно еще пришло время, когда и слова-то не особенно разделяли одно от другого. А тут вот, как что-то, это прямая речь, или там какая-то цитата, такого не было, не было даже таких знаков. Одним словом, на самом деле, это не огласительные слова Кирилла Руссалинского, это толкование на его слова известного другого киевского, ну, краевского, скажем так, благослова Стефана Зизанна. И вот для того, чтобы понять, где тут Кирилл, а где тут Зизанни, ну, студенты, наверное, знают, что это очень просто сделать, кто знает языки. Надо взять, например, патроногию мини и посмотреть. Вот это вот грек, а это вот мы, это вот грек, а это вот мы. Так вот, Стефану Зизанне принадлежит очень интересная речь. Она называется, скажем так, ее так учебой назвали, это по Египту, ноут, 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 были люди в Академии наук, теория поэтапного завоевания мира антифистов. Что пишет с Зизанни? Тысячу лет прошло, вот как бы по откровению одного слова, сатана приходит на землю и начинает вот то, что по-своему устраивать. Рим падает, куда приходит, на Кинское ересь. Потом приходит еще какое-то время, Пирамо-Фалентийское уния. Потом приходит еще какое-то время, Брестское уния. И все сводится к тому, что вот, значит, тысячный год, тысяча, шестьсотый год, и подходит к 1666-му. И он, как бы, ну, не скажу пророчество, прорицание, скажем так, что вот в 1666-м году, апокалиптический год, страшный, правда, для тысячи сния было от сотворения мира в то время, но в листах Христова тоже не забывали, надо посмотреть, что произведут страшные события. Ну, и народ это воспринимал так, что это сказал Кирилл Иерусалимский, Стефан Зизайнер. И должен вам сказать, что если вот в наше время, да, вот сейчас время тоже, между прочим, достаточно апокалиптическое, если мы едем где-то там в электричке, к нам будут что-нибудь там, ручки часто, давайте посмотрите, конец света, там, в интернете, там, воль, там, кто-то такое постоянно судили, только это маргинальная литература. А тут вы понимаете, что всего-то два сборника издается в то время, таких, ну, серьезных, актуальных сборников, сказали, полемических сборников, которые говорят о том, что с миром происходит, и какие опасности к другому, чего ждать, как с этим бороться. и сдаются они на нас в толстом печатном говорили по предоставлению педагархов, по предоставлению царя, батюшки. Но, это, можно сейчас понимать, какое было напряжение в то время людей в настроении. Ну, добавьте сюда еще некоторое, я не буду говорить о мировых язвах и так далее, что они по тому времени бесконечные бунты, да еще и осмотром времени не так заодно забыли. Ну, а в каком году был Большой Московский собор, так называемый, 1600? Значит, дальше. А там некоторые другие обстоятельства. Наш на некоторой степени изучаемый человек это патриарх Никон. Очень интересная фигура со многими имидерными достоинствами, иначе бы не сделала бы такую, сказали бы, сегодняшним языком карьеру. А вот он очень интересный монастырь основал, который называется как? Новый. Дарусалим. Дарусалим. И там что? И вот Истра течет-течет, а вот в каком-то месте она уже не Истра, она уже Иордан. А потом она опять кажется Истра, да? Ну, и так далее, и так далее. Архитектура какая-то собора главного русской архитектуры. Ну, может быть, я в этом ничего не понимаю, но вы, может быть, больше понимаете. Вы скажите, там русского вообще близки ничего нет. там по-другому, конечно. Там пропорции просто соблюдены. Да, пропорции, да. Да, самое важное, то, что пытались сделать, то, что хотели построить Детство и Святую Землю, вот это и важно. Вот это и важно. Потому что, на самом деле, увлечения определенным образом здесь были, конечно, сформулированы. Царь хотел быть все православным царем. И больше того, греки приезжали, его в этом смысле подзушили. Но этот царь написано очень много. И современными учеными, и старыми учеными, и старыми учеными, из-за прежних времен. Вообще, будет время, мы немножко могли бы поговорить о том, как вообще вся эта идея раскола в разное время как воспринималась. Потому что тут целые эпохи в научной жизни прошли. Но важно понять вот это напряжение того момента. Потому что сказать, что просто из невежества люди, как бы сказать, боялись каких-то изменений. Вы знаете, что кто изучал хоть немножко ритургику и устава богослужения, прекрасно знает, что, вообще-то говоря, на русской земле постоянно менялся богослужения. И устав богослужения постоянно менялся. Больше того, вы стараятся, знаете, какую-нибудь книгу 12-13 века, я уж не говорю о каких-то лукохист еще более древних, он как заикнется на первом слове, так и останется на первом слове. Он вообще не почитает. И лекция-то совершенно другая. Там слава даже не разделяется, я уже об этом говорил. Там, это просто другие тексты. Но ведь это никого не задевало, никого не ломало, и ничего из этого не происходило. Значит, в 17 веке произошло что-то такое, что церковь взорвала. И оно не могло не взорвать. Одну причину я уже вам назвал. Это то, что крайне неудачно был выбран момент для этого. Время. Потому что в то время нельзя было... Ну, скажем, еще такую важную вещь. Церковный раскол имеет свой фаз. Это не так одномоментно. Все раз и произошло. Значит, первоначально это был протест... Ну, я так этого слова не побоюсь, это был протест сроковных интеллектуалов. Даже, ну, каких можно было в то время найти? А ну, какие-то люди всегда есть, да? Более-менее образованные, знающие языки, начитанные, по крайней мере. Пусть и в университетах они не заканчивали. Но это было элита русского луковерства. Настоятели крупнейших монастырей, протоколы, те, которые постоянно приглашались в Москву для участия в церковных делах, но и, в общем-то, достаточно яркий представитель епископата. Кстати говоря, патриархниками тоже был святитель Кружков и Дмитрий и Старины, и это был сначала один кружок. Знаете, первоначально как-то историки даже пытались как-то очень просто объяснить раскол такими психологическими мотивами, вот не поделили, там начали они как-то к нему ревновать, потому что из-за ревности одного к другому лихоравилу страну столетиями. Это не может ли мы так объяснять события исторические. Так вот, первоначально это был все-таки такой протест людей, которые ждали развития событий в таком направлении и не были на том какие-то свои основания. Об этом можно было бы немножко поподробнее говорить, но можно об этом и догадываться сейчас. А вот потом постепенно это все набирало силы. Постепенно набирало силы. Ну, вот когда уже Петр через колено стал ломать врус, в том числе и церковь, вот когда уже и после него в России стали превращать нечто такситособенное, ну, вот это уже был массовый протест. В результате что мы имеем? Мы имеем то, что вот скажем, в течение столетий часть населения чем-то коренная, исконная, собственно говоря, сохранившиеся еще какие-то, в которых сохранились основы какого-то строя такого традиционного, они преследовались. Вот любое какое-то население, какая-то часть этническая, или даже верстоверия какое-то, они все как-то были законодательно предрели. Вудисты имели какие-то свои возможности в нашей стране, в любые времена содержали. Литеральные другие, католики, третий, их вообще было в правлении страной, если посмотреть, где вся Носква, особенно весь Петербург, там вообще русские фамилии очень мало. А вот своя население было вообще бы не законно. Я не хочу тут так сказать слез на эту тему, мы о плохом постараемся не говорить, постараемся понять некоторые вещи, которые возникают в виде вопросов. И вот несмотря на то, что, скажем, что это означает, макреально в стране, человек, скажем, имеет какое-то состояние, а он не может зарегистрировать свой брак в ЗАГСе, потому что в ЗАГСе как такового нигде нет. Можно только у попа получить мебель, о том, что ты родился и о том, что ты состоишь в браке. А поп какой? То есть человек жил в своей стране вообще без документов, можно сказать. Он был незаконно рожден. А тут стоял даже вопрос о том, чтобы стать выстроить какую-то карьеру или получить образование, хотя бы передать свое наследство своему сыну, своей семье. И вот, несмотря на все эти вещи, там подробно касаться не будем, это может быть особая тема, но вдруг к 17-му году к этим страшным катаклизмам выясняется, что примерно четвертая часть капитала в стране принадлежит кому? собираются. Собираются. Некоторые говорят 80%, 70%, это, конечно, рунда. Есть статистические справочники, можно в этом деле разобраться достаточно ясно. Они сейчас переиздаются, у людей есть интерес к этому. Весь капитал примерно к периоду революции и гражданской войны, может быть, это надо взять 13-й год, как обычно берут, но перед первой мировой. весь капитал в России можно условно разделить на 4 части. Они очень похожи по своему объему. Это капитал условно говоря православный, какая-то часть, конечно, это отчасти промышленность, но по большей части это земли, помехище земли, землевладельцы, то есть ну разные капиталы. Это иудейский капитал, и еврейский капитал, чаще всего банковский. И это другая часть, третья часть это иностранный капитал, многие заводы, Одесса, Рига, ну многие крупные промышленные города. Там целые районы были такие, в том числе и Донбасс, и там, скажем, Бакинская нефть. Это там, где в основном так доминировал иностранный капитал. Ну это не старый вряд. Да это, простите, все по Москве, это, простите, все по Волжне, даже не по Волжне, а вообще вся Волга, сверху до Нижи. И я уж не говорю про Урал, не говорю про Сибирь. Причем самые организованные предприятия, и самые стопременные технологии. Вот совершенно акционные люди могли организовать и производство, и быть своих рабочих, но об этом сейчас пытаются как-то понять, что же это такое. Потому что посмотрите, как были организованы Морозовские фабрики и быть этих людей. Вплоть до театров, школ, там, ничего хотите. Больницы и так далее. То есть это была своя инфраструктура продуманная. И учились они по большей степени из-за своего такого положения не вынуждены учиться на западных школах. Высших школах. Есть очень интересная книга такая. Думаю, неплохо было бы ее может быть для интереса издать. Такой был Бабарыкин писатель. Такой не первоклассный писатель, но не скажем, что-то второклассный. Он такой достаточно популярный в свое время. Много у него было таких романов. А там он как романы, как и билетистов, но для меня совершенно неинтересен. Там такая художественная не особо просматривается. А он как будто писатель чрезвычай Дарья Багусина. Он описывает срез какие-то события в какой-то среде. Вот у него есть такой роман «Обмерщение». Действие начинается в Риге, потом переходят в Петербург, в Москву, в Нижний Новгород, на ярмарку, в те места, где жили и старопляться. Он описывает детей в разных согласиях. Старопляться не един. У них есть разные свои школы по мироощущению и переручению части. И там какие-то мутренние сюжеты того, что нужно какой-то брак заключать, а трудно его заключить. Люди мучаются, потому что трудно понять, где заключать в этом согласии или другом. Это все не очень интересно. Интересно в том, что он описывает положение староплячества перед манифестами о геретерхивности в 1905 году. Перед этим описывает. Там трудно понять, или это конец 19-го века или уже начало 20-го. Но описывает интересное положение вещей. Абонементы, например, в балете раскуплены за кем? Абсолютно страшно подумать постарабляться. Вот и имя как Морозов и так далее. А кто в то время финансировал вообще театры, художественные выставки, музеи, и вообще русское искусство? Я даже говорить на эту тему. Это не наши недовольные собрались. Каждый может немножко прийти. А по Москве прийти и посмотреть какие-то садвики вообще кругом. Чьи? Откуда они взялись? Самые модные, самые красивые. А храмы? Ну пусть его называют псевдорусский стиль, как угодно. Очень странное название. Пусть там ложный русский, как его ново-русский стиль. Красивый стиль, интересный стиль. Ну это мы опять немножко отвлеклись. Я опять тому, чтобы почувствовали как бы сказать загадочность вообще в этом отделе. Есть еще очень много интересных моментов. Что выясняется? Вот, собор 66-67 года. На самом деле, это как годовая этапа. В 66-м году это местные археи, они выполняли свою программу, они пытались судить оба вакуума, о многих других этих, скажем, как в то время их называли расходы учителей. это были достаточно спокойные решения. И вдруг в 67-м году приезжают греки, там Боисий Легавит большую роль играет, как бы митрополит, как бы гадский. Это уже не буду уточнять, но на самом деле оказался не митрополит и не гадский. Значит, ну, два патриарха там было, алисандрийский и антиокийский. Причем вот по некоторым решениям деяния собора вообще интереснейшее, если угодно. Это вот точка расхода. Когда, собственно говоря, до этого были человекные и всевозможные попытки как-то решить задачу каким-то своим путем, но вдруг выясняется, что если посмотреть на деяние собора, то я бы первый вопрос поставил бы так. А был ли вообще собор? Кто-нибудь видел документы? Они опубликованы. Они опубликованы были на революции, они опубликованы есть такой исследователь Сидаса в Петербурге Диновельский. По крайней мере, он был до сих пор человечек. как бы сказать, все, что можно было сейчас опубликовать это на самом деле уже опубликовано. А опубликовано-то что? Какие-то деяния этого собора? Вот деяния столового собора есть, что, между прочим, в свое время когда-то подвергалось сомнению. А теперь исследуем судать на деяния такого собора. Как вообще можно было при Иване Грозове, при митрополите Макаре что-то открыть? Но это есть масса источников и есть документы. А вот что такое был собор 1966-1967 года. Остались записи личные дневники плюс жезл управления Семена Полоцка в выпускниках западных школ естественно. Даже западных не смысла Украины, а западных смысла Европы. А, кстати говоря, какие там в то время были школы? Ну, например, коллегия Афанасия. Иезуитские школы гамниат у которых была совершенно своя программа на русском. Значит, и вот он по-русски писать не умел. Протокол этого собора это латинице его записи того, что он с таким польским наречием, что он там видел. А что там происходило? Поначалу, я уже сказал, это русские архиии, а вот когда в 67-м году приехали греки. Причем греки они даже подписывали кто по-арабски, кто по-гречески, они язык-то не знали. Может быть, кто-то им переводил. Но они пытались вот как бы все там направить, там, как им хотелось. А это трудился поисий Лигарит. Он им внушал, что нужно сделать и что не нужно делать. Что касается этих документов, я уже повторю, актов собора как таковых в таком полном смысле нет. Есть записи вот этого самого Семена Павловского плюс жезуправления, который на соборе не рассматривался. Так вот книга. Достаточно схоластическая, достаточно с большим числом таких латинских заблуждений. Это его труд, на его совести, не на совести собора. Подписи некоторые отсутствуют. Принято считать, что были такие лица, их подписей нет. Историки сейчас могут работать с документами. То есть на самом деле имел ввиду что происходило. Принято имени происходит суд над тем или иным человеком. Собирается несколько архиереев, вызывает предположим авакум и начинает с ним разбираться. А потом другого. Там несколько было протокопов. Думаю, что какие-то предварительные понятия имеете расходят целый антибор Логин Морубский и так далее. Вот каждого из них судят. Кто-то из них кается. Там Иван Неровов кто-то не кается. Кто-то что-то подписывает. Кто-то стоит на своем. Мы скажем проходит 2-3 месяца новое заседание опять какой-то суд. Простите самур это нечто процедурное. Я не буду говорить про мандатную комиссию. Я не буду говорить о каких-то может быть это все-таки какая-то процедура. А если это просто царь вызывает к себе палату для разборков с кем-то и вот сзади сидят там причем перед этим еще люди архиереи подписывали бумаги что я не имею никаких возражений против исправления там еще там целые три вопроса было задавано предварительно значит я согласен с тем-то с тем-то и с тем-то это выяснение собор вообще криставскому пониманию это выяснение какого-то какого-то мнения на самом деле а если это просто создано для того чтобы ну знаете то уже в 20 веке кто-то знает как что такое съезд например а тут даже и не съезд тут в общем-то суд так вот эти вот самые соборы 67-го года они это собственно говоря и совершили страшное дело они передали а там и все нашу старину проклятие и и конкретных людей и конкретные факты и конкретные явления давайте я посмотрю что у нас еще тут по времени значит теперь давайте подойдем все-таки вот к самому может быть такому что больше всего вызывает в этот вопрос а что собственно говоря там Никон хотел совершить и что там вообще происходило происходило правка книг изменение обряда значит причем правка книг она происходила и до этого мы об этом уж сегодня говорили она вообще-то меньше вызывала особых напряжений только время было не то и метод не тот а что касается обрядов то здесь немножко сложнее об этом можно поговорить и поподробнее потому что вообще в мироощущении человека того времени обряд играл значительно большую роль чем в нашем сегодняшнем понимании суть была такая сейчас выясняются многие обстоятельства знаете был такой период времени по крайней мере 18-18 и почти весь 19-й век который можно было назвать таким подходом антистарооблическим в то время никаких исследований ни на что не велось подход был совершенно такой однозначный неверостные люди противились каким-то изменениям хотели править правили правильно делали кто сопротивлялся это просто из-за неверосты из-за глупости а вот потом да причем для того чтобы это все обосновать тут уж такая есть одна и неприятная вещь в общем-то и фальсификации были исторические федоритов веки и придумали даже какой-то целый собор это чисто подлогный документ в истории такие вещи вдруг начали появляться оказывается двоимперство армянская ересь вообще сводились каким-то компетом а вот потом профессора московских духовных школ и петербургских и вообще духовных академий вдруг начали как-то потихоньку это скорее во второй половине 19 века как-то все-таки что-то читать и о чем-то думать и вот тут сенсации пошли и много и Горьского можно назвать особенно Каптерева Каптерева вообще совершенно ясно вообще к Никон тут как бы сказать отцена фигура можно бесконечно о нем говорить и о мыслях и о его делах и о понятиях но вообще так говоря не он был основной инициатор вот такая фигура которая пробьет бомб все это нужна была царю царь это все задумал и из чисто геополитических соображений ему он видел какое-то свое место в будущей истории а Никон увидел свое место в будущей истории церкви он себя видел целевским патриархом если ему можно понять но то что он при этом наломал ну вот это что причем он довольно быстро ведь ушел а реформы продолжались в ту сторону то есть это была какая-то программа теперь программа какая очень долго можно сказать что-то почти до нашего времени по крайней мере до 20 века до долгое время было тех кто уже более-менее пытался в эту тему погрузиться уже было другое до 20 века улыбинский профессор наши полемники сострадавленцы такие более просвещенные ученые того времени они писали так что если говорить объективно то это не правда может быть не всегда но в чем-то и правда особенно по твоеперстве и так далее но в каждой стране какие-то свои подвижки не могут все развиваться в одну сторону тут какие-то одни более древние моменты остались здесь какие-то другие остались более древние изолировано друг от друга развитие церковного шоуа поэтому и разности какие-то есть я уж не говорю такой общий подход к этому делу потому что Никон в свое время обращался в том числе к Константиновскому патриарху праздновали патриархи от Паисия был такое одно время пришло конкретное письмо да вообще к нересту это дело вера должна быть одна а что касается каких-то местных обычаев так они везде разные не надо делать вот такие вот вещи вообще-то надо сказать что чуть так отвлекаясь опять же от темы собственно говоря праздник это вообще чистейшая вода химера постоянно под кого-то равняться и подстраиваться вот тут люди все-таки я так понимаю в основном понимаю еще немножечко так сказать церковных делах вы скажите что на сегодняшний день там скажем благослужение нашего московского русской православной церкви включая там одежду благослужебную духовенство и так далее она отличается от лечески или нет да еще как и мы что опять будем теперь вы понимаете что сегодня не будем может быть будем завтра это же вы понимаете это что это православный подход к этим делам я вам скажу вообще страшная вещь греческая одежда она как-то и удобнее лучше вообще-то вот ну холодно не холодно где холодно или как но наши эти камелавки это целая петля и посмотрите на батюшу который не мучается это и где-то ее в коробках вот куда-то с собой возят и посмотрите греческие камелавки подрясники посмотрите какие удобные их там рясы русские вот с такими главное другое главное то что отличаются и будут отличаться румынские грузинских а те от сербских это что это кошмар это конец православия да так вот значит к изменению к работе к работе над книгами собственно говоря никакой правки не было абсолютно так даже слово такое не подходит ну во-первых потому что в то время никто этого делать не умел хотите верьте хотите проверить тут даже много не нужно ни в чем разбираться чтобы понять сейчас в 21 веке попробуйте сделать серьезные исследования нужны электронные машины и очень серьезный научный коллектив чтобы найти архетип и подойти к тому а что там на самом деле когда-то было что может быть герминистическая проблема сегодня уже ушла вы из русского языка на украинский некоторые простые вещи обиходные перевести абсолютно адекватно не сможете потому что разные нюансы у ближайших языков что там говорить про речь что может быть было достаточно много книг ведь еще староглавый собор сказал да подходит книгопечатание нужно как-то разбираться в книгах некоторая между собой разница есть значит нужно как-то поправлять было сказано по старым образцам старым греческим старым русским ну вот начиная с Каптелева и дальше практически все ученые говорили о том что так все-таки не по старому это правильно правильно это по новому правильно это по новому гречески вот я сейчас вам покажу книгу которую практически не знают она вышла тут ну в начале 90-х годов сейчас я скажу какой там тираж может даже он не обозначен кажется он совершенно такой маленький такие книги в то время не раскопались и находили я никого не видел даже в серьезном учете Дмитриевский профессор Московской Духовной Академии Киевской университет он это из последних профессоров который уже в гражданскую войну там вписался вот по его работам по его рукописям которые остались такую книгу удалось издать я думаю что мы как-то приложим какие-то силы чтобы она все-таки была более доступна для современного читателя исправление книг при патриархии не книги и последующих патриархов здесь совсем другая мысль да греческие книги особенно венецианского издания они привлекались но издались вот смотрите конкретно служебники по украинским книгам брал Сагедёна Балабана 1904 года издания в Средневском монастыре служебник и вот по ней все издавалось а и в Хануге он греческий венецианский ну так как справочное пособие привлекался а это уже другая ее политика мы же понимаем что значит кроме греческого вектора был еще и другой вектор Малороссия она присоединилась в 1654 году и здесь была еще другая установка как-то вот нивелиротис и там обряд правда пришло это к тому что начиная с Петра и дальше вообще у нас ну скажем издалека но что-то и епископов не осталось не было совсем другая культура но скажем так давайте немножко более кратко говорить если говорить сегодняшним языком то это было выпучено постановой редакции какая правда новая редакция причем ну скажем из политических соображений не самая лучшая редакция что собственно где произошло я сейчас покажу вам еще тоже ну может быть парочку книг на эту тему потому что сейчас много издают и много об этом пишут вот протеори Георгий Крылов книжная справа 17 века это московский священник настоятель вот в средину храмового мученика он только что сейчас был благочинный кажется отказался сейчас от этого дела потому что тут есть свои подпобедники но вполне достойный священник и серьезный ученый он в основном по мнению занимался очень интересный автор есть Сазонов профессор в Томске в Томске люди научный центр вот исправление книг ее представления текстологические исследования я не говорю что есть масса книг и те же староблятцев или там скажем наш Кутузов который много книг поэтому любой человек знаете я не буду ни одну фамилию называть я знаю много московских священников совершенно с такой репутацией непререкаемой которые периодически то даже я знаю обращаются доставить ко мне псаты доставить ко мне вот это востушение второбляйтесь неномашнее хотя бы употребление да потому что те старые книги оказываются намного лучше и можно понять почему потому что есть кроме всяких политических подходов а к Роскову можно подходить еще с тысячи одной стороны например с точки зрения там скажем такой ну гражданский может быть там были такие Щапов например ну такой социолог мы бы сейчас бы сказали он больше удивился что его считали социологом но сегодняшним языком говорят Щапов Андреев они считали что это протест такой ну может даже антифеонарный потому что было много законов по существу при Алексею Михайловичу произошло закрепощение крестьян и многие ударялись в бега в том числе составляться вот на Сибирь на граничные какие-то места это целый пласт для того чтобы это вот исследовать все эти бунты всевозможные того времени была и такая составляющая в расколе но если сказать вот двумя словами нехи самое главное в нем чтобы хотелось бы закончить мне кажется такой утрологический подход самый был бы правильный это был переход русской страны России Московской России из такого уже позднего средневековья к новому времени мы бы сейчас сказали к модерну совершенно другая психология совсем другое мироощущение совсем другие люди пришли совсем другими целями совсем другими представлениями о том сказать другими ценностями знаете культура вот скажем такая чем и больно отличается от картины или чем средневековая музыка от или там архитектуры болота то же самое произошло и то же самое произошло в стиле в стиле книг особенно то что писалось там в 17-19 веке вот простой какой-то аурица меняется плюс каком перфектными какими-то сложными это еси еси везде повторяются очень простейшие славянские слова вот такими многокоренными и малопонятными каждый может взять эти самые книги знаете я совсем не хотел касаться там каких-то своих биографических вещей но в свое время мне пришлось еще будучи старо обрязанцем как-то было такое вот со своей стороны приглашение со стороны покойного митрополита Никодима парочку человек бы как-то вот попытаться поучиться в духовных школах я Владыку Никодима никогда в глаза не видел я позже уже пришел в церкви в таком сознательном служении его уже на свете не было но вот его идея как-то имела продолжение одним словом я оказался в Ленинградской духовной школе как-то назывались академии семинарии и вот профессор проводит семинары сидят студенты этот семинар был такой где-то выделялся целый день мы брали книги до-раскольной и после-раскольной как-бы исправленные а аудитория было в то время но я не ошибаюсь право-затом насимых это западные украинцы в то время в Петербурге не меньше ну в общем главное то что это были люди совершенно так сказать непревзятые и вот результат семинара стали как бы главный вопрос лучше стало или хуже хуже это выгод студента потому что простые лаконичные правы заменились этим вычурными какими-то вещами тут может быть я не хочу на этом настаивать может быть это так сказать действует как-то субъективно можно к этому подходить но я сумаюсь на те монографии людей которые изучают это дело с точки зрения как бы сказать филологической синтаксис и так далее построение предложений построение смысла да и это в общем-то все кто хоть чуть-чуть касался и занимался театрой культуры или искусством как оно менялось с 17 века на 18 это думаешь меня хорошо понимают это пришло в другое время наверное было время к этому прийти наверное все это нельзя так-то вот так затормозить но надо сказать так общее впечатление наверное знаю у вас может быть совершенно другое у меня конечно субъективное но ни одна поместная церковь так далеко не ушла от своих основ от своей такой исходной культуры как к сожалению наша Россия благодаря этим 18-19 столетию и так далее мы сейчас многие вещи пытаемся понять и нам трудно это переосмыслить но мы должны исходить часто из мироощущения человека вот того времени ну а потом дальше прошло вот эти другие тормяка вот сейчас тоже очень много таких настроений в общем-то происходит часто даже и не особенно такие знаменательные события кто-то с кем-то встретился кто-то с кем-то поехал на запад общался с приставителями другой это мир мы живем с соседями я вообще считаю это нормально но очень болезненно это воспринимается людьми а вот представьте себе если бы например в наше время вот вышел бы там скажем из Сенона такое вот новое решение вот с января переходим на латинские учебники да еще и на латинском языке вы реакцию можете себе предсказать ну так это было понимаете если бы наш народ на это не среагировал я не знаю вообще что бы сейчас было бы потому что многие события потом в общем-то как-то и происходят до сих пор происходят с некоторой рядкой еще и насторожатся сказать а вот как вы-то на это посмотрите это какая-то может быть своя рода такая вот роль в национальной истории может я не знаю это бы мое мнение субъективное кто знает вот во всяком случае если если мы посмотрим что вообще это история санадального времени ведь многие хотят как-то ее чуть ли не идеализировать сейчас очень часто слышится такое может так не так все там было и плохо конечно не все так было плохо и и и и святые церкви святые люди были и подвижники были и все было но вообще-то было достаточно такое сложное время и много-много такого извращенного вокруг церкви уже само по себе выделение духовенства в сословии это что такое это это плодить этих самых революционеров добролюбов чернышевских и так далее потому что люди вынуждены были своих дочерей и сыновей давать только в определенной со словами школы я даже не хочу эту тему дальше говорить это не наш вопрос может быть но вся дальнейшая как сказать судьба нашей страны она как раз тому происходило что старая полно себя наматывали 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 новых людей и если это было сначала кучка которая имела какие-то свои рассуждения насчет того что происходит и в какую сторону это происходит ну может быть под заключение так не знаю я сейчас чувствую что она заканчивается много можно было что-то еще в этом смысле говорить вот главный чуть не главный справочек о всей негребе много мы про него сейчас можем сказать ну можно посмотреть вот эти литературу как там описываться в разных изданиях но в том-то и дело что если какой литературой пользоваться если брать двухсотлетние столетней давности книги там можно прострадаческие располагают прочитать в общем-то достаточно такой вот типовой подход там все просто вот неверность и все все остальное там не о чем разбираться а потом это все менялось а сейчас просто открытия какие-то происходят кто-то с Арсением Греком страннейшая личность он как активнее очень деятель появляется Никонова ставит там потом ставит на инструмент а сначала появляется по просьбе русского царя для того чтобы как-то здесь ну такую тационарную школу организовать это была самая большая проблема что не было нормальных школ и вдруг выясняется что он ведет его себя странно ну и он сразу в латинстве западовский там другой у него был какой-то другие привычки и там премьерпровождение наверное не такое как на Руси было принято начали к нему приглядываться выяснилось что он учился как раз на том самом коллегии Афанасия в Риме что он учился в Падуатском университете изучил там очень много странных для России наук имея ввиду совсем не обязательно Торософию и некоторые там типа астрологии а потом как-то кто-то догадался его мы бы сейчас сказали привели медицинское свидетельство а он обрезан а он рассказал что вообще-то говоря в Турции хотели из него мусульманина сделать взрослого мужика который уже университет закончил он же не янычар какой-нибудь понимаете как это вообще понятно может быть сейчас мусульмане хватает взрослых людей их обрезают насилие в общем история была такая что он сразу насыловки Николай там ушел будешь править книги я просто один пример говорю тут те кто был в курсе дела у них за разом заходил это 17 век но все остальное то что мы там имеем там дальше все покатилось уже по-другому там просто Россию стали превращать в другую страну только с другими понятиями и с другими песнями так я очень вам благодарен что меня не перебивали потому что трудно я понимаю что тут много вопросов которые могут связи с из-за сложности темы я не сказал и маленькие части того что можно было говорить но хотя для того чтобы как-то тем обозначить может быть оно как-то у кого-то западется здесь на самом деле разбираться и разбираться потом может быть какие-то выводы делать из этого потому что нас в самом жизни сейчас примерно подводят тому что как-то с греками все не так просто да и с Малороссией не так все просто да и вот верность не все так просто я думаю может то что хочет возить следующий вопрос мне так интересно как вы считаете с точки зрения расхода можно было его избежать ведь реформирование оно было неизбежным все-таки развивается и церковь развивается страна развивалась как вы сказали что с вашей точки зрения было слишком сильно радикально что можно было сгладить а что наоборот можно было поднажать что называется и остановить его вот это неизбежное развитие вопрос очень трудный я еще раз говорю дело все в том что как это может быть это стал человек который был своеобразным у него конечно свой взгляд на вещи но один из самых интересных таких учебников русской церковной истории которые более-менее близких нам так отошел он очень много на эту тему рассуждает что вот можно быть в этот момент что-то такое произошло когда можно повернуть что-то назад а вот тут слишком например слишком конечно я об этом говорил проклинать свою старину нельзя было что-то и 71 к этому пришел это совесть об этом напьет вы понимаете проклинать всех наших простых и святых более того есть очень интересные вещи прожить что я вот так буду отвечать немножко с этими ответвлениями в свое время когда-то меня мучила одна такая вот вещь стоглавый собор мы об этом практически ничего не говорили но стоглавый собор за сто лет до раскола можно сказать коронизировал луи персты и больше там было определено так что кто не будет вместиться двумя перстами тот будет проклят анафемой но анафема это не совсем проклят это просто и оставь нас я не буду тут детали даваться по тем временам это достаточно неприятная вещь и у меня все надо как-то долго вот это не сомневновалось покоя вроде поместный собор а какие-то местные местные идеи вот так резко высказывают ну неправильно я так буду чисто равен вот тут вот с нашей стороны ну как не с нашей стороны а со стороны вот скажем той церковной власти там метро но это могали это неправильно а потом когда начинаешь это дело заниматься изучать как-то факты складываются такой профессор Доношевич царство ему небесное был известный археограф он ночью в болгарской академии наук издал еврейскую сентану и перевод ее на славянский язык вот оказывается Старванный собор букву букву повторил то, что по лаврических книгах насчет двоеперствия именно так букву букву что кто не крестится двумя перстами это будет пробленно а здесь просто взяли и это не знаю это так и современные литургисты они в этом вообще не сомневаются в этой литуре больше того у нас преподавали очень хорошие ученые перед ним просто преклоняюсь из той же русской церкви тропере и отберются он совершенно ясно да не только он да многие догматисты говорили что двоеперствия это совершенно понятный догматический знак знаете чуть-чуть два слова в этом я к чему веду есть вещи которые не надо было трогать есть какие-то знаковые моменты особенности времени подходящее даже и время другое просто какие-то моменты это не нужно было не нужно было усплять значит ну даже греки тем которым это как-то вот задело они добивались своего вот я уже говорил патриарх поиски не надо это менять знаете вот сейчас если мы возьмем учебник там с Лобозкова кого угодно любой для детей там будет разъясняться треперстия вот эта троица вот эти два пальца они означают естество во-первых для я оставлю психологический момент ребенка к этому учили понимаете в то время извините там кино не было клубов не было вся жизнь человека проходила в центре его этому учили он в этом жил там собраться всей деревни смотреть кто как читает и кто как поет и что там вообще предохотел это вот была вся жизнь и вдруг ломается вот тонн один стул на котором человек сидит чем мы его учили там с самого начала причем тогда учебника Слободского не было возьмите там эти книги и вот эти указы того времени там про эти два знака два пальца четвертый безымянный 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 там ни слова об этом нет там только троица это потом полемики со старогайцами догадались что нужно каждому дать свою роль а сначала пиздиться надо тремя пальцами потому что это троица вот простите на кресте распяли вообще троицу что-то может кто-то будет это так сказать доставить то есть простой ясный догматический знак человеку заменялся непонятно чем ну понятно почему потому что так уже крестились на основном мире а теперь мы уже рассуждаем как умные люди что насчет переменения с лаганью сумма не изменяется эти два пальца означают то эти три пальца означают то но это не было так изначально то есть ответ мой такой знаете есть моменты которые нельзя было ну хорошо есть еще один вопрос знаете есть страны это ведь страна с определенной традицией есть такое в социологии понятие традиционное строй где все строится на каком-то регламенте на каких-то обычаях мало что это все консервативное это просто любая мусульманская страна ну скажем пришло время когда нужно принимать новые технологии и принимали и в военной жизни и в строительстве в архитектуре что ж вы не знаете кто кремль строил это все понятно но мы сейчас имеем такие примеры знаете есть например японцы они что переняли европейскую ну во многом переняли но в принципе сопротивляли а мусульманские страны не сопротивляются вот этой самой сападной цивилизации вот они как кажется умеют этому сопротивляться а технологию перенимают что надо обязательно вот встречать бороду носили не потому чтобы там в них заводить эти вот остатки пищи это был для русского человека знак вот это вот тут вот эта слобода где живут иностранцы а это вот мы и между нами есть разница у нас свой брит свой уклад свой строй и своя история а этим самым монопультизмом так сказать ну это пусть никуда то есть перенимать нужно было много и шкоды в первую очередь это самое страшное но тут я так сказать понимаю что это наверное всегда некоторая опасность обзывая потому что приходится привлекать людей с другой стороны на самом деле нужно было это делать очень осторожно знаете есть революция есть революция вот эволюция должна была быть и она должна сюда происходить и церковь она сюда переходит они немножко наивные люди я сейчас не хочу про них говорить может быть у нас действительно будет еще встреча когда мы можем я о них поговорить подробнее они как-то считают что они хранят то что там в 17 веке было они хранят во-первых церковь она не в том состоит чтобы хранить она в том чтобы жить и спасать а во-вторых у них очень наивное представление что они адресит охранять они дай бог еще как меняем немного что меня не сейчас наша тема то есть если церковь живет так она и меняется но революция там устраивать не надо это вообще не хорошо это для для общества страшно а для церкви там она живет на предании ее принцип жизни она консервативная по природе там надо все нужно менять но как-то это делать с умом вообще одним пальцем крестились поднял древние копты факт то что если касаться каких-то очень древних христианских памятников даже временную и перстему найдем я немножко как-то издалека начну 14-й век 15-й век это стрегольники женопствующие то есть все вот эти елисы они были их основой это обряды выступали стрегольники вот против обрядовости и и вот говорили о том что духовность отошла на второй план ну это и вот плана связано должность священство и так далее много всевозможных моментов которые церковь будоражили и вот не как он был великий ученый великий книжник и он в общем-то цель этой реформы она нельзя ли считать так что она была борьбой с обрядовостью и чтобы вдохнуть духовность потому что елиси я сейчас закончил вот вопрос елиси церковь раздирали ту церковь которая была старообрядческой и вот если бы ником пятьдесят шестом году в 1656 естественно я могу ошибаться если бы он не вот предал она ну будем так это вот называть тех кто не согласен с этими реформами вот может быть вот эта жесткость никона и повлияла на этот вот расход если бы ну вот принципе вот благо церкви и канония да если бы их соблюсти сохранить допускай крестятся кто два кто-то и сотни в этом то потихонечку бы люди выравнилась и все помыло сохранили единство как вам кажется не являлась и вот в этом его ошибки на нас понял вы много сказали я все не успею сразу что ухватил давайте начнем такси с мало конечно да на четыреста лет разогается никак не работе тем не менее вот эти вот расколы делись и они извините меня и все давай давайте они сейчас поговорим но начнем начнем с никона чуть-чуть вот да то что он великий ученый и там великих нижних неправда и те кто его изучал это прекрасно понимают мне один очень высокий так и рак русской церкви когда-то назвал его великий воскет такие береги там все прочее что когда им некоторые исторические данные да он больше этого просто не понимает великих ученых в то время новости не было никон был такой же как и его противники но вот этот самый кружок который там был это действительно кружок за обновление церкви это то есть это было это было действительно движение за обновление церкви но они видели это другим путем а вот что касается скажем там эти хотели гереси на этим очень сейчас есть монография насчет и или агереси жидонствующих количество воликов это это не было реакцией на обряда вере обряда вере было было проблем но не 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 эти эти гереси были просто занесены даже до случаях сейчас очень много сказано и вот появляется конкретный такой васхария нашим языком говоря который с собой кое-что приносит и деду доходят того что что и и московский метрополит становится так сказать ему сочувствующий и многие протоколы вымышки и много чего такого что вообще даже как-то это все мы не очень готовы говорить не очень приятная тема но если мы историей займемся так сказать серьезно там есть о чем поговорить но а при доверии там совсем как сказать не отсюда идет потому что если мы возьмем например старообрядцев какие-то ручь была старообрядческая она была единая старообрядческая ну да вот и вот там где вот эти ельси все больше и больше процветают делились и процветали и иного обреческой церкви не было я не буду говорить о всяких там что тундистов и там чисто западных движениях которые произошли совсем как бы по-другому не имеясь но не из муки церкви на западные там скажем проповедники заносили такие было много и бакисты и так далее и так далее начало студенства предположим там буховоры молоками там всего это субботников ну а вот например хрусти это чисто православная секта кто-то так серьезно может поздравить которые абсолютно именно такие на желание как бы сказать несколько разнообразие свою духовную жизнь субботники а какой иметь отношение к старообрядческой а почему старообрядческой потому что она возникла в 16 веке субботники возникли значительно позже жидовство еще возникли до старого отрицательные субботники были одни субботники были донико на вторые после там два раза субботниками знаете со старообрядцами дело не очень весело потому что у них там много разных течений у субботников там нет точно простите еще маленький уточнение анафеме придал не никому тот самый собор который и никона придал анафеме анафема на русский обряд это 67 год когда его судили и да ну да 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 отъезда в 58 но и немножко не так они не то скажем что были противники, например, Павел Коломенский. А историки сейчас не могут точно сказать, что там с ним произошло. Никон на себя брал некоторые вещи, которые были в то время вообще-то неслыханные. Я на эту тему не очень хотел бы говорить, потому что это особая тема. Знаете, в то время было примерно епископата человек 10, 10, 13, не больше. Там кафедры возникали, кафедры там где-то вот... Некоторые специально кафедры придумали, чтобы туда упечь потихоньку какого-нибудь противника. Например, Александру Ядцеву. Ядки не было в кафедре, его туда специально. Некоторые уезжали на свои кафедры и подписывали на тех же соборах 54-го, 56-го, в Пениками, 54-го года. У себя служили по-старому, ничего не меняли. Там салатки и думать не думали ничего менять. Многие архиереи. Но репрессии были. По стороны Никона были уже репрессии. Вот они и начались после того, кто не принял Никон, потом объезды, все эти репрессии затеялись. Никон затеял репрессии. Но самые жесткие репрессии были уже, например, при солене Софьи. А Никон был уже где уже. Софьи, потому что она вот после Фёдора была, который... А про ортопопа вакуума не Фёдор Царь сжёг. А если точнее сказать, ему было 14 лет в это время. Значит, наверное, какие-то были силы, которые постарались. Управлял даже они он маленький. Конечно. Конечно. Значит, кому-то это было нужно. Значит, какая-то сила всё это дело двигала. Тут вот, понимаете, это не проблема церковного историка вообще понять, что в то время Москва и двигало, и какие там силы возникают. А вообще, на самом деле, проблема, она остаётся. Очень интересная тема. Ну вот, в том-то и дело, что Никон попал сам под этот каток. Здорово попал. И его вот эту вот волю его, конечно, использовали. Он для начала был вот именно таким, такой характером был человек. А потом он стал, как сказать, знаете, как в любой революции, да? Кто её делает, а кто потом пруды поживает. Никон – трагическая фигура во многом. Но точно они великие учёные. Потому что, кстати говоря, дело Никона, вот это то, что его рассудили на 67-м, на соборе 67-го года, вот греки. А дело Никона до сих пор засекречено. Но он же с детства сбежал в монастырь, там, Ахмачи, и там, и вот начитанность там своих монастырей. Да. По уровню того времени это был очень начитанный человек. Да. Он мог быть писателем и всё остальное прочее. И он законную жизнь знал с детства. Да, да, да. И в конце жизни, знаете, он охладил ко всем своим этим, то, что он писал Неронову. Одно время он был там грека Килл. А потом это прошло. Никон очень такой, боюсь, очень много в чём потом стал сомневаться. И тут нужен был его характер просто Никон. Это действительно был очень болевой человек, который мог многие вещи проталкивать. В то время была очень-очень такая сложная установка. Там бояр были совсем неоднозначные. Там были разные направления. Были, это как во все остальные времена, на России были прозапытники и были там все почвенники. Уже в то время. Вопрос переформулировать. Дипломатии и политики, может быть, ему не хватило? Конечно. Конечно. Он выполнил свою пункцию. Когда он её выполнил, он сошёл со сцены. А дальше уже речь шла не о политике. Понимаете? Дальше уже играли агонии и, так сказать, препринуждения. Потому что осторождаются до сих пор, говорят. Что вот всё хорошо, да вот, видишь, ненормальные. Вы же фанатики, вы же сжигались. Вообще-то не сжигались, а их сжигали. Я не хочу на эту тему говорить. Страшная тема. А, между прочим, есть и серьёзные научные труды. Вот именно монография на эту тему. Самосожжение. Ну ладно. Давайте ещё. Вы затронули четыре этапа раскола. Можете сейчас кратко уходить два слова? Ну, про четыре даже я не помню, что ты говорил. Но некоторые этапы можно, так сказать, как-то так особенно проследить. Но, во-первых, это ранний раскол. Это 17-й век. Это первая такая книжная реакция. Герасим Фирсов, Сыновецкий монастырь. Это первые книги, чудо-битные. Это целая литература, которая описывает, почему мы не можем это принять. Дальше началось формирование каких-то центров. Я думаю, что мы, если будет время об этом, поговорим немножко более подробно. Скажем, там Выгодский монастырь, и там поповцы, беспоповцы. У них своя литература, свои представления о том, как это устроится. И период, скажем, такого раннего становления согласия. А вот потом, постепенно, по мере того, как им давали, они смогли как-то сами завоевывать свое место. Ну как ты им ничего не дашь, когда они, в общем-то, капиталом практически управляют? Потому что это достаточно... Их особенность-то была в том, что они друг друга поддерживали. Это был конфессиональный капитал. У них были товарищества. Они давали друг другу суды, вот на честном слове. Знаете, там все было организовано так, что они могли развиваться очень быстро и интенсивно. И, естественно, имели свои какие-то рычаги влияния на... И, скажем, вот этот период... Они, старобляцы, называют его «Золотой век». Вот с 905 по 1917. 12 лет. За 12 лет они построили... Ну, я их затрудняюсь сказать. Ну, сотни храмов. В том числе в Москве. Старобляческий. Простите. Старобляческий? Старобляческий. Старобляческий. Сразу начинают возникать старобляческие школы, даже институты на Рогожке. Это движение всевозможность... Кстати, люди были в состоянии нибиоза. Церковная жизнь вообще была замерзана. Они могли какие-то храмы иметь, но у них не было там, скажем, колоколья. Нельзя было иметь внешние признаки храмов. И вот за это время они очень много что могли построить. Они так и называют этот особый такой период, как бы сказать. Его они выделяют. Потому что за эти 12 лет произошло столько, сколько нам, может быть, за столетия другие. Это касается и литературы. Очень много они смогли создать в это время интересных книг. Там появились своеобразные такие начетчики, даже писатели. А вот потом, ну что, после Гражданской войны наступил период, когда, как в одном анекдоте, так сказать, верующие существуют в виде разных конференций над всеми единими деревни Кураедов или следующие, кто полномоченный по делам религии. Время от времени там и Карпов был в разной мере, да? Значит, тут уж было равноправие и равные возможности. Ну, а сейчас, наверное, какой-то другой период. Ну, я полагал в взаимоотношении говорить, что нельзя все сразу на одну точку. Ну, мы сегодня не говорили про белокринецких, да? Просто, так сказать, до душе. Они приняли иерархию от митрополита Амуросия в 1846 году. Это была очень такая большая история и очень тяжелая история. И вот большая часть равняцев – это те, которые понимают, что без таинств получается. Тем не менее, 180 лет существовали. И это было очень непростое время. Потому что, я должен вам сказать, что далеко не всегда переходят люди, которые переходили с самых светлых и идеологических там убеждений. Но всегда есть люди, которые, так сказать, другого ничего не умеют, только вот служить. В сапожники он не пойдет, в грудчики, вот, не пойдет. И вот он, такие безобразники, да? У них далеко не всегда были безобразники. Ну, было такое. То есть, время было достаточно сложное. Вот они, эти 180 лет, стоящие священников прятали, подходили там. Это, ну, просто такое совершенно аномальное существование. И вот нашли это в Греческой митрополита. У нас сейчас единственный такой залог, который есть со старопляцией. Я потом, может быть, в другой раз, как-то чуть поподробнее об этом перебиваю. Они сами почувствовали, что какие-то какие-то перемены могут быть, и запросили у нас наше мнение об их иерархии. Амросы к этой иерархии имеются. Ну, почему я имею в виду, что это, ну, можете воспринимать как шутку, но в этой шутке есть, так сказать, очень серьезная правда. Понимаете, вот этот самый Амросий, которого они приняли через миропомазание, это греческий митрополит. Иерия, который русского языка не знал. Он конфликт, я уж не говорю о каких-то отлучениях, о чем-то, со своим патриархом не вошел. Есть переписка у него с Константинополя. То есть стародерцы понимают так, понимаете, есть две правды. Вот они его, как бы там, ну, на самом деле, конечно, в какой-то степени купили. Но вот переняли, они их понимают так, что вот он от греческого иеретичества отказался. Они считают греки тоже иеретики. Ну, как же, они молятся за препятствия. Потому что стародерческое богословие – это, так сказать, не сегодняшняя наша тема. Там-то много, много его влияет. Но не в этом вопрос. Но факт, что они его воспринимают, что за чистую монету. Он к ним перешел. Да он практически к ним перешел, сразу поставил там второго охирея. Потом начались тут же скандалы. Потому что вот второй сразу стал, стали третьего. Там началось просто безобразие. Об этом можно поговорить подробно. Но нарушены были очень многие вещи. Понимаете, вот самое первое апостольское правило. И епископы выбирают все епископы области. Или, по крайней мере, советов. Не в том вопрос, что рукоположение не может передать один архивий. Достаточно одного. Он один накладывает руки, остальные к нему присоединяются. Остальные свидетельствуют о соборном избрании и о том, что это коллективный акт. И вообще его ставят не на какую-то мифическую там капитру, а на какую-то конкретную. Были такие случаи, по крайней мере, один их хорошо известный. На Дальний Восток, при самой революции, был поставлен одним архиереем. Значит, другой. Сложение было. Это было решение ценового. Это было коллективное решение. Это просто физически. В то время, извините, самолеты не летали, так сказать. Значит, вот дали ему задачу. Он поставил архиереем. А вот здесь что? Так вот, короче говоря, старобляцы считают, что вот он к ним пришел, а он потом там вот и жил. Его сослали. Там очень такая история, я не знаю, она особенно вас должна интересовать. Потому что старобляцы скажут, что вот вы копаетесь там в нашем белье. Может быть, это не надо. Значит, ну уже в ссылке. Такое греческое поселение. По крайней мере, отселение Тодолянского. В греческой кладбище там было много греков жило. Так вот, они его решили канонизировать. Вот драма такая-то развивалась. Значит, они пытались ему показать, что он пришел к ним, а он жил и у себя там молился. Как грек. По-гречески. Значит, свое дело сделал. Иерархию, так сказать, поставил и ушел со сцены. Ну, может быть, его ушли. Потому что это просто сложная политика. То есть русский царь сказал, там это было откровение, что вы сильно вмешались в наши дела, создали нам проблему. Значит, если там будет эта иерархия у вас отсюда, так сказать, продолжаться, то наши казаки наведут у вас порядок. Я так утрирую, но примерно так было. Значит, и вот они его решили канонизировать. Собрали забор. Ну, как канонизировали, а мощь его находится, значит, надо его вскрыть. Это сгумация, кажется, называется. Но если речь идет о мощах, значит, обретение мощей. Ну, это, да. Для нас он, как бы, не святой, для них святой. Значит, ну вскрыли. У меня есть информация из самых непосредственных, так сказать, людей, которые там принимают. А он лежит, вот похоронен как архиерей. У него свиток в руках, знаете, свиток, это, ну, разрешительный молитв. От Константинопольского патриарха. То есть, никуда он не уходил от Константинополя. Понимаете, поэтому существует такая шутка, что вот они единоверцы, но только они не мосгулские, а константинопольские. Понятно всю судьбу, да, что только ирония судьбы, как говорится. А там, на самом деле, был такой момент, только вы перехитрили. Ну, и политика тоже, да. Ну, вот, наверное, уже, если вопросов нет, знаете, только... Вот 400 лет, как вы считаете, когда раскол будет преодолен полностью и живет, будет как только историческое? Ну, вы так видите, что сострадательные делают, они живучие. Вот смотрите, как в наше время происходит. Вот, значит, есть, предыдущие довольно большие расколы. Вот не так давно с зарубежной церковью. Вот сейчас с Парижской метрополией, да, и вегианский раскол. Вы что, то и другое решили, так сказать, хирургически, вот чисто стерильно? Нет. И так вообще не бывает. У старобляцев, что? Несколько согласен. Ну, вот вы с этими договорились. Остальные скажут. У-у-у! Мы теперь знаем, кто это самое слабое звено, так сказать, у нас. Вот мы настоящие, а эти что? То есть, эта тема сама по себе вот такая вечная. Что мы можем... На самом деле, есть только один нормальный, так сказать, путь. Это время, да? Вот эту китайскую стену между... Нужно нормать. Нужно создавать там... А это тоже ситуационная тема этого разговора. Я, кроме единоверия, вообще не вижу никаких путей. А единоверие у нас сейчас находится... Это будет самая печальная лекция у всех, может быть, если она состоится. Вот в чем дело. Да, мы как бы... Вот я вам тоже могу задать вопрос, так сказать, как домашнее задание. А вы думаете, что русская церковь к этому принять стараться? Ну, там с крещением уже вопрос. И это тоже. Да. Вот они же не принимают. Только у меня вопрос всегда... Так мы же бы их приняли бы. Вот 1971 год, клятвы, сняты. Но тут вот по листу двойных, вот как бы вот стандартам. Если наш, вот православный священник, да, он уходит к ним. Все приняли вот замечательно. Как только заходит речь о миренении, извини, мы тебя должны окрестить. Да как не из священников крестят? Что вы думаете? Они останавливаются? Они их заново руку полагают. И этих священников... Ну, у меня нет таких, кто... Вообще-то каждый год пара-тройка уходят. И почти столько же возвращаются. Но когда они возвращаются, они спрашивают, Матушка, а тебя там крестили? И ты хочешь теперь быть у нас священником? Матушка не должен второй раз принимать крещение. У него хоть в голове хоть одна из них должна быть. Понимаете? Ну и крестят. Если он может доказать, что он крещен погружательно, бывает так. Но там они разбираются вот так, как бы сказать. Вот хорошо, он тебя крестили погружательно. А кто тебя крестил? Он погружательный или нет? Они на этом вопросы уперлись. Ну, с моей точки зрения, конечно, зря. Вот они уперлись в этом вопросы. Но дело-то не в этом. Дело-то ведь не в них. Дело-то в нас. Мы-то готовы их принять. А скажите, вот, прежде чем на этот вопрос ответить, насколько грань, пропасть существует между единоверцами и теми, кто не стал единоверцем? Вот это я не понял. Но есть церковь в единоверцах? Да, где же она? На деле такой церкви нет. Ну, не церковь, но те, кто попринял в единоверие. Не так. Ну, знаете, вот... Просто обряд старый. Нерадный этаж. Мы не так переходим на старобряцев. Сейчас перейдем на единоверцев. Мы можем, конечно, все тут на одну лекцию обо всем поговорить, но я-то думаю, что все-таки немножко как-то более... Как? Если бы не слова сказать. Самая большая проблема единоверцев, что никакого положения старо... Вот я сейчас спрашиваю, да, я занимаюсь старообряемыми приходами. Мне сейчас спрашивают, сколько у вас старообряемых приходов? У меня где-то до 40 получится. А я не знаю, сколько их вообще. Я просто знать не могу. Потому что нет никакой дефиниции, что такое единоверие сейчас и как единоверцы... Вот, как бы сказать, в царской России было. Там вы у людей были метрики, там твои горосповедения было написано. И там было единоверие, это была совершенно конкретная институция в Гурской церкви. А сейчас этого вообще нет. Нет, но единоверцы это те, кто признает нашу патриарху. Вот вы завтра к нам придете, будете по-нашему молиться, и вся проблема. И вы и будете единоверец. А потом, покажется, долго. Придете назад в тот приход, в котором вы были, и вы больше не единоверите. Ну да, там просто обряд. Я ясно? Старый обряд и все. Поясняю. Значит, я не думаю, что должны быть какие-то там акты, какой-то там сильноприем. Этого не должно быть. Но сейчас это некоторое движение внутри Русской Церкви. Движение. Ну да, конечно, у нас есть благостовение, конечно, там мы как-то существуем, но какой-то твердой канонической основы нет. Больше того, даже в уставе Русской Церкви ни слова не сказано, что существуют такие староврядные приходы. А надо было бы. Потому что проблемы на местах возникают разные. От нас, скажем так, забегая вперед, у нас время от времени... Потому что единоверие возникло в свое время как миссионерское движение определенное. Вот как раз тот период, когда к староврядисту относились как к не совсем нормальным темным людям, да? Что, ну, мы все-таки любим наши, как бы сказать, чудаки, но вот свои чудаки. Ну, вот быстро они там немножко потерпевают, а потом они потихоньку к нам придут. Единоверие имело очень много ограничений. Там священники не могли не единоверцев там венчать и так далее. Я думаю, что мы об этом хотели бы еще потом поговорить. То есть были определенные роды ограничения. Сейчас никаких ограничений нет. Сейчас вообще никто никаких границ ни в чем не производит. Но положения никакого нет. Вот у нас по сих пор спрашивают, да? Вот там часть артилеи, там какие-то собрания. А вот идут ли к вам староврядцы? Как бы в этом смысл существования единоверия? А они что, совсем уж ненормальные? Как они придут, когда у нас никакого положения, единоверцев нет? Вот их приход перешел к нам, вот со всеми там, детьми, бабушками, дедушками. А потом архиереи вставили туда своего священника и свое это самое приходское собрание. И привет старому обряду. Но у вас теперь приход старообрядческий? У нас? Да. Вы меня до причастия у себя? Да. Допустите? Допустите. Врача нет. Возможно. Возможно. Не повлияет, там. Устаравляться мы не допустили, потому что нет убеждений. Мы на этом вообще не смогли. Но тут есть какие-то моменты, там. Вообще-то говоря, у нас экономические правила, некоторые работают. Не автоматически ли эти допускания. Надо попроститься, надо так расповедаться. Поздружим. Крещение и какие-то другие моменты они никак не будут крекаться. А уфторобляться будут. Мы себя никак от русской церкви не отжаляем. На сегодняшнее видение это сложилось, как у католиков. Мы их не любим, но у них есть интересные вещи. У них есть монархские институты со своими заморочками. Какие-то в сторону просвещения, аскетизма, еще чего-то. Шазысканские монархи. Может быть, иногда они об этом забывают. У них уже не из веревки пояса шелковые. Они зародились. Там есть какая-то духовная своя практика и все остальное прочее. Но в виде на вере есть какая-то... Самую главную здесь идею такую. Так сложилась наша историческая жизнь нашего народа. Понимаете, что мы, я уже об этом говорил, очень далеко часто отошли от своих искомных вещей. Греки давным-давно уже перешли на то, что они креста только погружены. Греки давным-давно уже перешли на иконы, а не на картины. Греки давным-давно уже перешли на крюковое пение, их слои везентийские знали. Но у нас оно все время светское и европейское. Потому что я об этом еще сегодня ни разу не говорил, но основная причина раскола – это сикуляризация церкви. Вот если двумя словами сказать. Можно сказать постарательские омерщения? Можно как-то и что сказать? Это сикуляризация. Во всем. Нет, Алексей Михайлович, он земли начал изымать. Ну, это в таком юридическом и имущественном плане. Да, да. А оно произошло и в культурном. Оно произошло... это глобально. А сейчас на ластика уже пошла, да? И это тоже, да. И она стала для многих людей просто как бы и намного чужой. И это со всеми возникающими последствиями. К сожалению. Значит, поэтому тут... Вот я как бы вижу основной смысл сейчас совсем не миссионерский. Тем более, что миссионеры раньше были государственные, чиновники. У них была своя задача. А как мы сейчас торопляемся? Пойдем, скажем. Мы в этом тут у вас изучать и вами заниматься. У нас... Это мы в другой стране живем. Светской. По крайней мере, в правовом отношении. А вот реабилитировать свою старину, ведь над ней не издевались. Ее не изучали. Это вторая сторона дела. Вот у нас есть центр, который изучает древние служебные вставы. У нас много людей, которые этим интересуются. И в том числе и серьезные учеты. Это с Михаилом Жуковым, например. Мы стараемся... Музыковеды... Вот почти многие из тех, кто, скажем, в Москве мы можем как-то привлечь, мы стараемся их привлечь. Мы не знаем свою церковную историю. И историю литургическую, в том числе, и музыкальную историю. И мы ее просто игнорировали. И она была про существо табуирована. Многие моменты были как-то под запретом. Вообще-то это интересно. И вот в том-то и дело, что если говорить об обрядоверии, ну, как бы вам сказать... Вот эти вот периоды раннего такого старообличества, вот эти там что вакуум, что его противники... Что касается обрядоверия, они были абсолютно идентичны, как говорится. Никто был ни на грамотах, ни, так сказать, ни умней, и не образованными, и не начитанными. Они все были на одном и том же уровне. Только вот, может быть, с разными какими-то программами. Нет, если это изучать, вот к этому можно очень быстро прийти. Потому что были люди и преподачительные, и некоммерческие. Нет, действительно очень жалко, что много чего уделено, но, слава Богу, это сохранилось. Ну, вот, 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 может быть... Знаете, время собирать камни, что называется. Это, может быть, поздно наступает, но, вообще-то говоря... Если старообляться, говорят... Вот такой вот у них, как сказать, троегольный момент, когда у них такой вопрос спрашивают, ну, как там, мистика, да, ну, что-то... Они совершенно все, любое согласие в один голос. Придите к нам, вернемся назад в 17-й век, и, вот, тогда все будет хорошо. Это будет единство церкви. Вы знаете, ну, попробуйте, вернемся в 17-й век. Может быть, у них это получается? Я сомневаюсь, я немножко лучше знаю. Это просто невозможно. Но это не означает, что над этим веком или над этим временем нужно как-то иронизировать. Это светлые вещи, понимаете ли? Конечно, у нас, так сказать, на сегодняшний день люди... Там, в метро... Я примерно представляю, как они музыку там слушают в наушниках. Но это не означает, что вообще классическое угадание. Или там какая-нибудь... Что все клавесины уже сожгли, и зачастую это органной музыки и какой-то другой. Наверное, должны существовать разные пласты и разное уважение к ним должно быть. Существует в них нечто такое, что мы называем Древний Рус. Вот такой простой пример. Давайте на этом, может быть, так закончим. Ну, хороший пример. Ну, мне кажется. Вот, скажем, русские эмиграции. Они, когда оказались в таком страшном положении, храмов почти нету. Где-то на курортах были, существовали там гницы, а в основном нету. И в гаражах, на квартирах молятся, где бы как. Вот они начинают возрождать какие-то свои вот эти вот... Ну, такая астальгия, да. Какие-то новые здания появляются, художественные. Строят храмы. Вот именно в этом самом... Ну, назовем его псевдорусским стилем. Там науки принято. Хотя я еще раз говорю, что странное название. Значит, новорусским стилем называется. Будем смеяться. Мы теперь знаем, что такое новорусский стиль. Это, наверное, особенькие. Ну, вот. А вот то, что они... На чем у них сердце болит? Скажем, эти поздравительные открыточки они друг другу посылали. И они сохранились. И до сих пор они еще работают. Там на Пасху, на Рождество. Там изображается не Исаакиевский собор. Не Казанский собор. Это вообще не русский собор в архитектуре. Знаменательный, очень важный. Слов нет. Но не русский точно. Они вот это вот Лусу-Кавканья, тут кружка. Вот бабушка-следственочка идет там в сугроб. Значит, вот она ребеночка. Они о Святой Руси плачут. Вот это они потеряли. Вот это наше Святое. Вот то, что мы должны сохранять. Если мы об этом забудем, если тех же единоверцев мы их завтра запретим, их не будет. Ну что, вот этого выиграем, что ли? Я не говорю, что все должны к нам прийти. Но такое должно быть в русской церкви жительстве, если мы свой народ и свою церковь уважаем. Вот такое мы некрепо, да? А миссионерство – это все так и так. Тогда, конечно, ко мне придется торопляться, мы подскажем, что я буду. Но это уже такой вечный разговор. Ну, может быть, на этом… Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю.